Друзья, коллеги, для вас я хочу прочитать такую небольшую лекцию о рождении искусства. Этот феномен необычайно интересен. Я уже его затрагивал в предыдущей лекции, посвященной эпохе камня и эволюции человека. И данная тема является во многом дискуссионной. И я так думаю, что изучение этого феномена только начинается. И он будет продолжаться, я думаю, не одно столетие. И данный феномен изучается не только археологами, но и искусствоведами, изучается антропологами, психологами. Я думаю, появятся какие-то еще специалисты, которые будут изучать данное явление. Потому что это явление фактически отмечает начало человеческого духа. Начало человеческого сознания, абстрактного мышления. И этот феномен во многом является, я бы сказал, таким вот загадочным, собственно, началом человеческого духа. Открытие этого феномена принадлежит французскому исследователю Эдуарду Пьету. В середине 19 века ряд краеведов обнаружили в пещерах отложение допотопного периода, как они считали. Поскольку там были обнаружены кости мамонта, носорога, и среди находок были изделия из кремня. И в том числе стали попадаться небольшие плитки с гравированными изображениями вымерших животных. Северного оленя или бизона. И вот Эдуард Пьет, который впервые обнаружил, собственно, такие вот изделия, считал, что они были созданы допотопными людьми. Ну, представьте, потоп считал, что произошел 5000 лет назад. Вот. И, соответственно, эти изделия были сделаны людьми допотопного периода, так сказать, теми грешными народами, которые, в общем-то, были смыты потопом. Вот. И открытие вот этих вот интересных гравированных изображений было, ну, я бы сказал бы, сенсацией, которая не сразу была воспринята учеными. Вот. И здесь вот вы обратите внимание на изображение, вот, собственно, головы женщины из Брасимпуи. Вот. И вы, зная, так сказать, историю искусства, должны понять, что вот такие изображения появятся только спустя 15 тысяч лет. И будут созданы древними греками в 4-5 веке до нашей эры. И вот я просто показываю вам образцы этих вот, в общем-то, уникальных предметов, которые показывают, что это произведение искусства, созданное художниками. Потому что такая вот голова лошади впервые появилась только в работах Фидия, в 4 веке до нашей эры, в Греции. А до этого схематические изображения, различные идолы или вот такие столбообразные скульптуры, значит, кора и коросы, в общем-то, даже в древней Греции. Вот. И это, несомненно, какой-то вот странный феномен исчезновения намного десятков тысяч лет, в общем-то, достижения человеческого разума, кстати, предупреждающий нас, в общем-то, всех. Когда стали исследовать эти памятники, в общем-то, были обнаружены прежде всего статуэтки женщин, так называемой Венеры. Они все, в общем-то, достаточно одинаковые. Это изображения головы без обозначения глаз и рта, вот такие вот изображения груди, ягодиц и сложенные ручки на животе. Вот. В том числе есть вот и такие вот схематические, возможно, так сказать, недоделанные еще скульптуры, показывающие, в общем, как это все воспринимается. Но это уже действительно произведение искусства, поскольку здесь присутствует уже стремление передать правильные пропорции. Но при этом, конечно, вот такие вот гипертрофированные, так сказать, формы этих женщин привлекали внимание древних художников. И эти находки были сделаны не только, значит, во Франции, но самое раннее в Германии, вот. И в том числе, так сказать, вот на территории России, где вот, собственно, это же, значит, гравитийское, так называемое, население, собственно, переселилось на территорию Русской равнины. Вот. И вы знаете, так сказать, замечательный памятник у нас Костенки, Пушкари, значит, Мезин, Межиричи, где были найдены, в общем-то, вот эти вот статуэтки многочисленных Венер из кости и камня, вот. Что говорит о единстве, собственно, этого пространства, духовного пространства, значит, на территории Западной и Восточной Европы. Но самое интересное открытие было сделано краеведом, в общем-то, самоучкой в Испании, Марселина де Саутола. Значит, 1868 году он начал исследование небольшой пещеры, которая была обнаружена рядом с его поместьем. Вот. И, проводя раскопки, он брал с собой свою дочь, Марию де Саутола. И вот эта девочка гуляла по этой пещере и обнаружила на стенах быков. Вот. И она позвала отца, говорит, папа, там валы изображены. Вот. Ну, папа, так сказать, поначалу не понял, что к чему. Когда подошел с фонарем и увидел, что весь потолок расписан бизонами. И это была действительно сенсация, в общем-то. И стали ходить, в общем-то, в эту пещеру всякие знаменитости, ее показывали, в том числе и королю Испании. Вот. А это было время как раз вот, когда бурно дискутировалась проблема эволюции человека. В 1856 году вышла книга Чарла Дарвина. И эта книга просто разрушила вот эти вот библейские представления о том, что, так сказать, человек был создан Богом. Вот. И его история максимум имеет 5000 лет. Помните, 5800 лет назад был создан, значит, наш земной мир Богом в течение 7 лет, 7 дней. Вот. И вот эволюционная теория Дарвина, в общем-то, была оскорбительной для верующих людей. Вот смотрите, как воспринимали, в общем-то, эту вот теорию эволюции, в общем-то, образованные люди того времени. Видите, свинья превращается сначала, значит, в быка, а потом, значит, вот бык превращается в Чарла Дарвина. Вот. Ну и, так сказать, в том числе вот такая вот карикатура на него, значит, вот, поскольку он говорил, что обезьяны наши предки. А это буквально понималось. Потому что не было еще ощущения вот этого вот временного пространства. О том, что это глубокая древность. Вот. И говорили, ну, ваши предки, наверное, такие и были. Вот. И поэтому изображали Чарла Дарвина буквально, так сказать, как потомка, так сказать, этого славного рода обезьян. Тем не менее, так сказать, это не только, так сказать, художники изображали, но и в том числе, значит, в музеях были изображения древних людей, так называемых троглоктидов, обитателей пещер. И вы видите, как их изображали. Вот. В общем-то, это люди, в общем-то, современного вида, вот, или, может быть, неандертальцы, вот, но они изображены вот такими вот, ну, как сказать, даже вот как-то повежливее, чтобы это было, вот, такими вот странными существами, в общем-то, явно дикого такого вида, в общем-то, мало отличающиеся от животных. И понятно, почему люди, когда увидели вот такую красоту на стенах, созданной художником-анималистом, немногие художники могут так нарисовать, современные, так живо, так сказать, катающиеся по полю бизона. Вот. Причем это были десятки, сотни, тысячи изображений в небольшой пещере. Это потрясало всех, потому что еще недавно, так сказать, люди воспринимали искусство, как вот родившееся из иконы. И эпоха Возрождения, она, можно сказать, только недавно закончилась, когда научились рисовать, так сказать, натуралистично и человека, и животных. А тут люди до потопного периода, современники бизонов и мамонтов, вот рисовали такую красоту. Ученые были в шоке. Они это восприняли, как что-то необыкновенное. Говорили, ни в коем случае не верьте этому Саутову. Он художник, он нарисовал это сам. Это мошенник. Он хочет опровергнуть нашу святую теорию относительно, теорию, так сказать, эволюции человека. Поэтому вот нельзя, так сказать, ему верить. Хотя ученые, которые приезжали, не видели, что эти рисунки покрыты кальцитовыми натеками, что не мог он нарисовать в это время, так сказать, эти рисунки, потому что кальцитовый натек образуется в течение сотен лет. Я специально вам даю подписи к этим рисункам, потому что это эрмитажи каменного века. Вы должны их знать точно так же, как, так сказать, картины известных художников, собственно, эпохи Возрождения и последующего периода. И вот пещера фон Дегом. После того, как было подтверждено это открытие, спустя почти полвека, Саутову умер, значит, в забвении, так сказать, и в презрении, так сказать, своих современников, поскольку его обвинили, так сказать, в том, что это он, так сказать, сделал эти рисунки. И только в начале 20 века, когда были обнаружены новые пещеры, уже запечатанные, причем, так сказать, вот, и открытые входы были в процессе расковы, было доказано, что это действительно древнее искусство. И вот, смотрите, изображение в пещере фон Дегом северного оленя, сделанное, вот, как раз, известным последующим исследователем Андреем Брейлем, Аббатом Андреем Брейлем, который вот это все старательно перерисовывал. Это же искусство, появившееся в 18 веке в Японии. Вот именно такой же стиль. Их разделяет, значит, вот это вот, вот эти изображения и японские, 180 веков. Действительно, так сказать, когда пошли вот эти вот открытия, многие люди поняли, что их представления о прошлом были неправильные. Что надо, так сказать, воспринимать этого древнего, допотопного человека, как существо разумное и стремящееся к искусству, и наделенное, так сказать, вот этим вот пониманием прекрасного. Потому что это ведь не просто какое-то магическое изображение, как делали, к примеру, австралийцы перед охотой, рисовали кенгуру, протыкали его копьями и потом шли, так сказать, на него охотиться. Вот это действительно произведение искусства, сделанное очень сложной техникой. Вот сначала гравировка, намечается кондур, потом это все это вот выдувается через трубочку, так сказать, заполняя пространство. Причем вот эта часть закрывала сверху, чтобы получилась достаточно четкая линия, так сказать, спины и прочее. И так передавалось полутенями, так сказать, объем. Вот фактически это произведение искусства, это фрески, фрески в храме. Но наряду с этим, так сказать, были изображения явно с какими-то магическими знаками. Вот видите, изображение Бизона, у него на животе нарисованы стрелы. И это вот как раз и подпитывало вот эту вот теорию понимания искусства, как некого магического действия, связанного с магией, охотничьей магией. В некоторых пещерах, наряду с рисунком, были изображения сделанной глины. Вот в пещере Тюк-де-Адубер, к примеру, вот шикарная, так сказать, вот композиция с двумя бизонами, сделанной из глины. А вот это пещера Пешмерль. Вот изображение лошадок, в таком вот тоже японском стиле, почему-то с пятнами на животе. Рядом вы видите вот характерные для верхнего палеолита Европы отпечатки рук. Точнее, негативные отпечатки, потому что рука просто закрашивалась, в общем-то, этой краской. И обратите внимание, что, как и во многих пещерах Франции, идет наложение этих изображений друг на друга. Фактически, к середине 20 века большая часть рисунков была, пещер с рисунком была открыта уже. Но продолжались, в общем-то, все новые и новые открытия, уже, так сказать, случайно, когда случайно находили, в общем-то, входы в засыпанные пещеры. Вот одна из таких вот уникальных, в общем-то, фактически, ну, и для верхнего палеолита памятников является пещера Лоскова Франции, которая была открыта в 1940 году. Вот, тремя мальчиками-подростками, которые вот вслед за собакой, которая провалилась в яму, залезли в пещеру, увидели там рисунки. И вот сразу были вызваны вот этим вот учителем, их учителем истории, вызван Андрей Брель, который, осмотрев эту пещеру, констатировал, что это уникальнейшее собрание рисунков древностью примерно 15-18 тысяч лет. Вот, и здесь мы видим опять вот такие вот французские, такие вот в японском стиле сделаны лошадок, как вы видите, тоже, значит, сделаны напылением, так сказать, вот грива, так сказать, тело покрыто, вот, и загадочные знаки, вот, над ними, так сказать, на теле, вот, и изображение, так сказать, вот оленя гигантскими, мегацероса с гигантскими рогами, вот, с какой-то рядом точек под ним. А теперь определите, что это за животное из пещеры Лосков. Когда вот это вот увидели существо, сразу возник вопрос, кто это? И что это за искусство такое, что вот, если они должны заниматься магией, соответственно, они должны изображать то, на что они охотятся. А вот это вот существо, которое здесь изображено, что оно, так сказать, вот, восприятие этих людей означало? Вот, и его назвали загадочным двурогом. Вот, и мы будем дальше обращать внимание на то, что таких вот загадочных фигур много в пещерном искусстве Франции. Вот второе изображение в пещере Лосков. Это кто? С двумя ногами, вы видите, вот, похожие, так сказать, на, вот, с хвостом таким вот, бизоньем. Вот, так сказать, то ли тело, то ли шея, так сказать, заканчиваются двумя рогами, вот, и с такой вот мордой. Загадка на загадке. Казалось бы, все было уже открыто, все исследовано, но в 80-х годах, в начале 90-х годов, в 91-м году, одним из, значит, дайверов, в общем-то, был обнаружен под Марселем вход в пещеру. Ну, и вы знаете, значит, дайверы любят в пещеру нырять, и вот они, значит, там смогли пройти по этому туннелю вверх, и обнаружили, значит, незатопленные залы. И в этих залах были обнаружены рисунки. Сам факт вот того, что вход пещеры находился на глубине более 37 метров, говорит о том, что эта пещера была затоплена после таяния ледника, потому что таяние ледника привело к поднятию уровня океана на 100 метров. Вы представляете, какие огромные пространства были открыты? Балтийского моря не было, это была сплошная земля. Вот, собственно, перемычки, точнее, пролива между Англией и Францией тоже не было. Здесь были обнаружены отпечатки, многочисленные отпечатки рук, причем, похоже, одного человека, который специально ходил и вот напылял вот эту вот краску для того, чтобы покрыть это пространство своими отпечатками. Зачем это делал он? Подумайте сами. Дата, так сказать, вот этих отпечатков по углю более 30 тысяч лет. Это привело, конечно, в замешательство ученых, потому что никто не думал, что такой древности могут быть рисунки, потому что считалось, что они примерно так, ну, 20-15 тысяч лет, так сказать, 12. А тут вот, собственно, самое начало верхнего палеолита. Наряду с этим были обнаружены многочисленные изображения, вот так, загадочное животное. Что оно означает, тоже вот непонятно. То ли медведь, то ли лев. Лошадь. Вот еще одна лошадь, голова. Вот вторая. Вот здесь уже полная, почти изображена она. Но при этом, так сказать, почему-то копыты не изображены. Олень. Это несколько более позднее изображение, им 20 тысяч лет. 21 тысяча. Что это за существо такое? С животиком, смотрите, таким вот. Вот крылья у него, вот голова. Пингвин, думаете? Ну, вот ученые тоже были в замешательстве. В таком замешательстве, что они могли понять. Потом выяснилось, что это ископаемая дрофа, которую, в общем-то, в эпоху Средневековья последние, в общем-то, истребили. Вот, это нелетающая птица, которая обитала в Средиземноморье. Вот. На этом открытия не закончились. Вот. И самое интересное, я считаю, открытие последних лет, вот, это открытие пещеры Шаве, которая была сделана в 92-м году. Причем она была сделана гораздо севернее основного собрания рисунков во Франции, в Южной Франции. Вот. И сделана была профессиональным спелеологом, значит, Шаве де Шампом, который лазил по всяким трещинам, пещерам, искал, так сказать, специально засыпанную пещеру, и зимой он, обнаружив какой-то вот дым, испарение исходящее там из трещины, пролез туда и обнаружил засыпанную пещеру, в которой были обнаружены уникальнейшие изображения. Здесь и знакомые нам изображения быков, здесь и изображения, вот, собственно, каких-то вот, значит, бизонов, вот, лошадей, а главное, огромное количество изображений львов. Среди двух с половиной сотен пещер Франции и Испании есть буквально единичные изображения львов. Вот. А здесь просто вот целые галереи, вереницы этих львов, как будто вот рисовали целую стаю этих львов. Вот. На одном из талагмитов вот загадочное изображение, так сказать, женского торса, так сказать, вот нижней части, и тут же изображение бизона. Ничего случайного в пещерном искусстве нету. Это явно, так сказать, какая-то композиция. Причем специально нанесенная, так сказать, на такую вот, похожая на грудь женщины, так сказать, вот такой натек. Вот. Обратите внимание, лошади, которые повернуты друг к другу головами, и они, так сказать, в основании такой глубокой расщелины внутри, так сказать, скальной стены. Самое интересное в дальних залах – изображение пещерных медведей. И тут же на камне был положен череп пещерного медведя. Вокруг лежали кости, там и черепа пещерных медведей в этом зале. Зал получил название «Зал черепа». А рядом с черепом мелкие фрагменты угля, которые дали дату примерно 23 тысячи лет. То есть, это алтарь. Алтарь древний, в общем-то, несомненно, связанный с почитанием медведя. И вот мы здесь видим, собственно, количество пещер. Во Франции, вы видите, основное скобление долинии Везер – 150. В Испании – 144 пещеры. Там есть гигантские пещеры, где тысячи изображений. Есть маленькие пещерки, где несколько десятков изображений. В Италии есть 20 штук. Вот видите, по одному в Германии, в Бельгии есть два. И на Ближнем Востоке одна. И только два изображений, две пещеры с изображениями наскальными на Урале. Это пещера Шульганташ и Игнатьевская пещера. Расстояние между основным скоплением рисунков – 2500 километров. И вот подумайте, откуда пришло искусство. Французские исследователи говорили, что явно искусство начало с Западной Европы. Мы наследники древней цивилизации. И мы ее распространили с глубокой древности на всех остальные народы. Но это, конечно, не сами ученые говорили. Они, наверное, только думали так. А журналисты это все так расписывали в своих статьях. И действительно, франкто-кантабрийский регион дает почти 300 пещер. На всем остальном, на остальной части земного шара до последнего времени рисунков не было обнаружено. И открытие пещеры Шульганташ каповой фактически взорвало мир исследователей этого первобытного искусства. Сейчас рисунки обнаружены в Японии эпохи Палеолита, в Южной Азии, в Индии, Австралии и даже в Латинской Америке. Это глобальный феномен. То есть в эпоху Палеолита фактически на всей огромной территории и Евразии, так сказать, всего остального земного шара возникали святилища, храмы, которые расписывались фресками. И это было как раз свидетельством зарождения настоящего человеческого мира, мира людей, которые уже обладали какими-то сложными мифологическими, религиозными. Здесь я вам привожу, к примеру, рисунки, обнаруженные в Южной Азии, острова Борнео. Там тоже в огромных пещерах были обнаружены рисунки. Причем интересно, так сказать, там присутствуют такие же отпечатки рук, точнее негативы рук. Причем они соединены таким древом. Это ведь получается как тотемное древо, где вот каждая семья или род, в общем-то, фактически имел свои какие-то знаки, нарисованные на поверхности вот этих вот негативов. И все они были соединены такими линиями, как бы в один ствол. Вот здесь мы видим изображение какой-то карты. Ученые думали, ну это, наверное, позднее изображение. Пока там из Франции люди дошли не спеша, так сказать, до Южной Азии, прошли, наверное, тысячелетия. И считалось, что это, наверное, конец верхнего полиолита, где-то 11, может, 12 тысяч лет. Когда продатировали, 40 тысяч лет. Оказалось, что это самые древние изображения. Загадка. В Австралии есть еще более древние, 60 тысяч лет. Гравированные и выбитые изображения. Не укладывается все в эволюционную такую схему распространения культуры, цивилизации по земному шару. И вот наскальное искусство Австралии, оно до сих пор живо, до сих пор рисует в пещерах, в гротах эти рисунки. И я просто показываю вам для того, чтобы вы имели представление об этом глобальном феномене. Изображения, так сказать, вот это не древние, это современные изображения, но есть и древние рисунки. Продатировать их сложно. Продатировать можно только сделанные углем. И вы видите здесь какие-то загадочные духи, которые изображены. И австралийцы объясняют эти изображения. Это связано с их мифологией, это герои их мифов, древних мифов. Первопредки в облике кенгуру и прочее. Обратите внимание, есть и сцены какие-то, и схематические какие-то сцены, взаимодействие этих мифологических персонажей. И это подтолкнуло к восприятию, в общем-то, и древнего искусства, как неких проявлений мифологического мышления первобытных людей. И вот яркий пример пещера Труафрер, трех братьев, бегуэнов, молодых ребят, которые обнаружили эту пещеру. Затем их родители выкупили эту землю, так сказать, и до сих пор они являются хранителями пещер Труафрер и Фон-де-Гом. Это две пещеры, соединяющиеся, и они являются одним из крупнейших собраний рисунков. И в одной из этих пещер Труафрер было обнаружено на высоте трех метров изображение такого загадочного существа. Его, условно, назвали колдун. Это одиночные изображения, действительно, сделаны на высоте трех метров. И вы знаете, что самые важные изображения в храмах, они всегда на высоте сделаны. Все храмы делаются на высоте, и даже чтобы их видно было издалека. И все сходятся в одном мнении, что это центральное изображение внутри этого огромного собрания рисунков животных. Бизонов, носорогов, лошадей в этих пещерах. И поначалу думали, это наряженный колдун, который пляшет, исполняет пляску перед охотой. Но стали внимательно изучать, это рисунок, кстати, Анри Бреэля, рога оленя, уши волка, глаза совы, лапы медведя, хвост тоже волка. Ну, а все, так сказать, нижняя часть, так сказать, уже человеческая. Семь существ в одном человеке. Это не ряженый, это мифологический персонаж. Казалось бы, все понятно, но где тогда сцены? А в пещере Лоско, в колодце на глубине 7 метров, обнаружили единственную сцену среди вот этого огромного многотысячного собрания рисунков. Сцены, изображающие, как видите, раненый бизон, у него проткнут живот, вываливаются внутренности, и он нападает на лежащего человека. Загадочного человека, у него, видите, вот, значит, знак пола реагированный, голова птицы, четыре пальца, рядом какая-то палка, вот, возможно, комбьюменталка с изображением птицы, и еще одна какая-то вот палочка. Слева изображен бизон, который убегает и при этом газит почему-то. Вопрос. Что бы это значило? Знатоки. До сих пор, в общем-то, непонятно. Это явно сцена, обозначающая какой-то миф, возможно. Потому что это человек с птичьей головой. Это явно не портретное какое-то изображение, не изображение какой-то охоты там на бизона. Тем более это в самом дальнем, так сказать, вот, конце пещеры и, главное, в колодце. И ответом на этот вопрос является наша пещера Шульганташ, которая позволяет, в общем-то, взглянуть, как, знаете, вот в окно, так сказать, что происходило, как представляли люди вот это пещерное пространство. Потому что много было споров, вот почему там, допустим, в самом дальнем углу изображаются во Франции всякие медведи, там, львы, носороги, а у входа лошади. Явно какая-то структура прослеживается, но поскольку они друг на друга налеплены, так сказать, вот там сотни порой изображений, значит, в таком стиле полимсеста сделаны. Понять, как бы, вот эту мысль древних людей невозможно. А у нас есть пещера, которая сохранилась, как бы, вот, перевозданно, созданная, так сказать, художниками и примерно 20 тысяч лет назад изображения, которые, возможно, только подправлялись, но не заслонялись новыми изображениями. И здесь вот, если вы посмотрите, пещера Шурганташ имеет такое вот двучленное строение. Вот это вот первый этаж, кто был в пещере, вы знаете, вот, он легко доступен. Фактически медленно поднимается, так сказать, поверхность этого этажа и заканчивается вот тремя залами с рисунками. Зал купольный, первый зал, где вот, в общем-то, была жилая площадка, здесь жили люди, там они какое-то время, очевидно, так сказать, находились внутри. Вот, и тут в основном знаки. Вы видите здесь всякие там изображения, такие вот геометрических знаков. Следующий зал знаков. Здесь тоже в основном знаки. Треугольные, там, четвероугольные знаки. И третий зал, это огромный зал, заваленный крупными глыбами, по которому и ходить-то тяжело. И вот внутри этого зала, почему-то в одном из правых углов, в общем-то, мы видим композиции, вот, собственно, которые нам позволяют, в общем-то, кое-что понять. Сейчас мы с вами пройдемся, чтобы понять, что люди видели. Вот, значит, в зале хаоса мы видим изображение, в общем-то, на стене, скрытое из-под кальцита, это действительно, так сказать, вот, уникальное изображение двух лошадей. Между ними трапециевидный знак. Это явно сделаны одновременно изображения. Вот, и здесь интересные детали. Вот, выяснилось, что у этой лошадки, вот, когда сейчас вот полностью раскрыли, видите, вот, есть маленький хвостик, а до этого был нарисован длинный хвост. То есть рисунок подправлялся. Очевидно, и тогда он тоже закрывался кальцитом, так сказать, и, очевидно, через тысячу лет его заново подправили. Вот, это говорит о том, что не одно столетие почиталось эта пещера. В верхней лошади мы здесь видим изображение такой трапеции на спине. Даже спина немножко выровнена по сравнению с нижней, видите. Вот, это явно единая композиция. Вверху лошадь с трапецией, между ними, так сказать, какой-то знак геометрический, видите. Вот это вот, слева, вот эта вот закорючка, это не относится к этому знаку, это ноги какого-то человека, который, в общем-то, изображен был перед этой композицией. Вот, и я воспринимаю это как троичное изображение, символизирующее троичность мироздания. Вверху крылатая лошадь, внизу лошадь без крыла, а средний мир обозначен знаком. Знак всегда обозначает что-то из мира людей. Мир людей, это средний мир, а лошадь, символизирующая солнце во всех религиях, где, в общем-то, лошадь почитается. Вот, как бы, так сказать, днем, вы знаете, солнце, лошадь идет по небосклону, а потом ночью она опускается под землю и так возвращается потом обратно. Вот, и у славян до XVIII века было такое представление о том, что солнце днем идет по небосклону, а ночью, так сказать, по подземному океану, так сказать, возвращается обратно. И опять на востоке встает. Вот, это представление было и у древних индоевропейцев, и у древних тюрок в том числе. Вот, и важно, что здесь вот, как бы, эта композиция, в общем-то, она символизирует сразу такую концепцию мироздания. Вот, и подготавливает вот тех, кто воспринимал эти изображения, эти фрески, к восприятию следующей уже композиции. Пожалуйста. Рядом, кстати, был изображен верблюд. Вот эта вот трапеция была позади верблюда, и здесь вот был расчищен верблюд. И вот эта вот композиция «Животный знак» здесь вот фактически интерпретирована несколько по-другому. В 20 метрах на гребне потолка, на высоте 3,5 метра, был изображен над огромной такой гигантской воронкой. Вот, глубиной примерно 7 метров, диаметром 30 метров. Вот, был с помощью каких-то лестниц, которые принесли туда древние люди, была изображена лошадь с длинным хвостом, а под ней, видите, антропоморф таких на четвереньках. У него какая-то вот голова то ли с клювом, то ли с хоботом, тело наклоненное, хвостик сзади, и вместо стопов и кистей изображены клешни. Это явно получеловек, полуживотное. И эта сцена, несомненно, очень важная для древнего человека, раз он тащил туда лестницу, рисовал, а представляете, надо было краску приготовить, потом это все рисовать в течение нескольких часов. Вот, несомненно, она имела большое значение. Что она могла означать? Ну, вспомните сказки. Лошадь рождает героя. Помните, в одно в ухо влез, и в другое вылез, и превратился богатыря. Понятно, да? В башкирских целях более конкретно. Под хвост или там между ног пролез у лошади и стал батыром. Уже, так сказать, с мечом, со всякими там, значит, доспехами. И после этого мальчик идет, совершает подвиги, и завоевывает, так сказать, царевну и прочее. А здесь вот именно вот эта вот древняя мифология, которая легла в основу как раз вот, собственно, этих наших вот сказок, которые являются отголосками этой же древней мифологии. Вот, и здесь, собственно, юноши, дети знакомились вот как раз вот с мифологией своих предков. О том, как родился их первопредок, герой. От кого? От лошади. Единственный народ, который так почитает лошадь, это вот как раз башкиры. Они почитают лошадь, крылатую лошадь. И есть даже цикл преданий и сказок, где рассказывается о рождении от лошади героя. Бузанцы Батыр, к примеру. Батыр, рожденный лошадью, с лошадиной гривой, которая вот побеждает там драконов и прочее. Вот. Не случайно вот это вот все связано. И вот на втором этаже, на котором можно подняться по 15-метровому вертикальному колодцу. Не каждый альпинист сейчас может залезть туда без страховки. Вот. Поднимались эти люди, проходили 100 метров и попадали в огромный зал диаметром примерно 30 метров и высотой тоже 30 метров. Прекрасной акустикой. Там можно исполнять музыку. Вот. И мой коллега исполнял там гимн Регведы. Он специалист по голосовому пению. Значит, музыковед из Парижа. Егор Резников. Вот. И слышимость прекрасная. Там мы и на флейте играли. Это просто необыкновенный акустический зал. И здесь вот на восточной стене в 1959 году биолог Рюмин обнаружил изображение лошади. Вот оно в центре. Вот. И изображение вот других животных, сделанных красной охрой. Вот. И вот это вот восточное панно, оно является для нас очень важным. Вот. Здесь мы можем увидеть как бы такую трехчастную композицию, где справа изображена лошадь, слева изображена сцена поединка человека и мамонта, а под ним второй маленький мамонт. Следующая композиция. Уже, так сказать, она более, так сказать, вот, значит, изображена, так сказать, в таком широком формате, поскольку поверхность позволяла. Изображена лошадь, которая ведет за собой животных. Вот видите, за ней идет мамонт наверху, ниже носорог с такими вот вертикальными линиями, такими же, как вот на трапеции под ним. А под рогом носорога видно изображение маленького мамонта. И опять мы видим большого и малого мамонта. Вот. И лошадь их ведет за собой именно. Причем, посмотрите, какая она огромная. Она должна быть как минимум в два с половиной раза меньше, чем мамонта. Тем не менее, специально сделана. Причем, это действительно единая композиция, которую готовили, потому что стену приходилось выравнивать обивкой, а потом с помощью абразива художник выравнивал часами для того, чтобы, так сказать, краска легла хорошо. И вот третья композиция. Мы видим изображение трех мамонтов. Два идут опять справа налево, а один повернул наобратно. Это среди десятков изображений в пещере. Это единственное изображение животного, которое повернуто обратно. При этом, зная, что это явно сделано было специально, мы тем самым можем сказать, что первая композиция иллюстрирует какую-то сцену поединка героя с этим вот опасным животным, мамонтом. Юрий Борисович нам рассказывал, насколько это опасно было охотиться на него. Это все равно, что ходить, в общем-то, с копьем на танк. Следующая композиция. Лошадь вывозит животных. И последняя сцена – это уже выход животных, причем часть животных возвращается обратно. У башкир с пещерой Шульганташ связаны многочисленные предания, мифы, эпосы. Основной сюжет – это выход крылатого коня из озера Шульган у входа. Ведет лошадей крылатый конь. Герой всегда нарушает запрет оглядываться, и часть лошадей, которые не вышли из озера, вернулись обратно. Обратно нырнули в озеро. А те, которые вышли уже за эту границу подостороннего мира, стали ногой на берег, они уже пошли за батыром. И именно от этих лошадей и пошли современные башкирские лошади – тарпаны. Тарпаны – это плестоценовая древняя лошадь полиолитическая, которая сохранилась только на Южном Урале. И все современные лошади происходят от тарпанов. Вот вам загадка, которая фактически выстраивается в одну цепочку. Почитание лошади по всему земному шару, и в том числе шульганташи. И только на Южном Урале сохранилась эта древняя лошадь, которая потом почиталась и по следующей эпохе. То есть мы имеем еще одну связку с этой древней эпохой. Через пещеру шульганташ. И вот для примера я вам привожу, собственно, как бы обработанную фотографию, потому что там, видите, плохо видно, как бы это уже размытое изображение, которое при специальной обработке с помощью фильтра, оттенок краски дает возможность сделать черно-белое изображение. Мы видим эту сцену, видите, правую сцену, лошадь, человек. В руках он держит какой-то предмет, то ли лук, то ли, может быть, какой-нибудь бумеранг. Мамонт из-под хвоста, которого выходит какая-то субстанция, как помните его носорога, и маленький мамонт внизу. И вот западное панно на другой стороне, на предположенной стороне этого огромного зала мы видим вот как раз вот такую композицию, где изображены справа красный мамонт. В центре изображен мамонт большой, и за ним идет маленький мамонт. Но самое интересное, что над большим мамонтом есть красное пятно, которое Бадр интерпретировал как изображение человека. И далеко в стороне, примерно в 2,5-3 метрах, изображен бизон. Давайте посмотрим, как это выглядит уже при схематической интерпретации. Здесь мы видим в центре вот эту композицию. Большой малый мамонт, и над ним человек. Причем на ногах у него такие короткие лыжи. Он так же, как и на первой группе восточного панно, так же наклонен в сторону мамонта и явно бежит за ним. И поначалу интерпретировали вот эту сцену, что мамонтиха, а за ней мамонтенок. Но когда обработали фотографию, выяснилось, что у мамонта знак пола под животом. Это явно самец. И опять мы видим те же самые персонажи. Большой и малый мамонт. Поэтому они взаимосвязаны явно. Это опять какой-то миф. Здесь уже герой не противостоит мамонту. Он его преследует. Он его победил. Он уже гонится за ним. Посмотрите, только здесь изображены такие совпалыми животами эти мамонты. Потому что преследовать, сами понимаете, животное приходилось порой целыми днями, неделями. И несомненно, это мифологическая сцена охоты. Вот для того, чтобы подтвердить схему, я привожу уже обработанную фотографию, сделанную моим коллегой Солодейниковым. Таким образом, мы видим здесь возможность понять содержание этого древнего искусства. Это была мифология, которая помогала людям понимать мироздание. Понимать, в общем-то, истоки своего рода, своих предков понимать, в общем-то. И, по сути дела, эти пещерные святилища были местами, где юноши посвящались в древние мифы. И при этом они там жили неделями, месяцами, а кушали они всяких мелких грызунов. Ну, если удавалось зайчиков поймать, точно так же, как у астралийцев. Было запрещено посвящаемым есть нормальную пищу. Только мышей, там всяких, значит, небольших хищников и прочее. И они тоже обычно в пещерах или в других кукромных местах проходили эти обряды инициации. И вот наша пещера тому подтверждение. И во многом даже археологический материал показывает предназначение этой пещеры именно для совершения обрядов посвящения молодых людей во взрослые члены племени. Вот что я хотел вам сказать, чтобы вы поняли, что вот это древнее искусство, вот эти древние храмы были направлены на то, чтобы консолидировать людей. Вот, и фактически были направлены на то, чтобы сохранить эту древнюю мифологию и древние знания, так сказать, вот перебытных людей о мироздании. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.